Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает его по дому. И сегодня речь пойдет об идеальном, практически дополнительном чтении по теории и истории литературы для младших школьников. Да вы знаете, и для старших школьников тоже подойдет. Да и мне тоже интересно было посмотреть, как это автор задумывал и умудрилась уложить всю литературу от Одиссея до Гарри Поттера в одну прекрасную наглядную энциклопедию. Книжка так и называется, под заголовок «Наглядная навигация по морю литературы». А художник Виктория Самсонова очень остроумная, с большой теплотой, с большой изобретательностью, и это проиллюстрировала. Но представьте себе волнение художника. Уж ему-то точно есть где разгуляться на просторе всей мировой литературы. Всех жанров, кроме скучного. Итак, посмотрите. Форсец у нас открывается с большой хронологической ленты. Причем лента не такая размеренная, значит, по линейке очерченная, как у нас на уроке литература происходит, а смяканная, скомканная, да, как это и бывает вообще, когда какая-нибудь длинная, например, чековая лента оказывается в кармане курточки, вот, или брюк. И ты ее оттуда достаешь, как фокусник, да, она вот вся прямо вот, вся вот такая вот. В общем, история литературы, она тоже нелинейна. Она очень разнообразна. В ней огромное количество сложных, прихотливо сложившихся исторически, никто их так не задумывал, да, моментов и поворотов. И вот это делает практически невозможным, значит, такое последовательное изложение всего обо всем для детей, потому что для взрослых это, конечно, можно. Есть история всемирной литературы в восьми томах, горячо рекомендую. Не потому что она не устарела, конечно, она устарела. Она издавалась в, значит, позднесоветский период, да, там, 70-е, 80-е годы, по-моему. Вот, последние тома вышли уже после 89-го года, то есть там уже можно вздохнуть в воздухе, да, но все равно где-то марксизм, ленинизм. Но там писали такие люди, Стеблин-Каменский, Дмитрий Орнов, Лихачев, там, не знаю, Гаспаров, да, то есть там отдельные статьи принадлежат таким могучим именам, да, что, в общем, сквозь любую, значит, вот эту вот силу времени ты чувствуешь, как это здорово написано. Хотя очерки же, понимаете, да, даже пусть это восемь, но дополнительно, по-моему, девять томов, значит, гигантских, да, такого большого формата. Все равно это очень малый объем для всемирной литературы, и туда очень многое вмещено. Вот, так, возвращаясь к нашей книжке, вы уже прямо вот по этим иллюстрациям на форзаце видите, насколько автор, значит, и художник спелись, что называется, голубчики. Потому что это очень смешно нарисовано, нарисовано в стиле комиксов или графических путеводителей, например, Яржамбека и Олейникова, да, вот, которая мне безумно нравится, и то, что нравится, выходило в Белой Воронье, и то, что нравится, выходило в Самокате, и то, что будет выходить еще где-то, это просто прекрасный жанр. Потому что, в принципе, взрослеющему человеку, да, вот, который уже перешагнул первую, самую горькую, может быть, ступень начального обучения, когда в букваре все вроде и понятно и преодолимо для ребенка, ну, честно скажем, не очень интересно-то. Ну, вспомните свои собственные первые занятия, да. И вот вторая часть этой прекрасной ленты времени, да, уже с 18-го, табу оканчивалась с 18-м веком, это уже с 19-го века. И вы не поверите, до гугля, до начала 21-го века, до искусственного интеллекта, до наших дней. Что же у нас внутри? Внутри у нас вот тот самый веселый, задорный, я бы сказал, очень динамично, современно написанный аналог энциклопедического словаря юного литературоведа. Может быть, вы помните эту серию. Серия выходила в 70-е, она совершенно замечательна была для своего времени. Энциклопедические словарь юного химика, юного физика, юного астронома, юного литературоведа, юного техника, по-моему, не было такого сборного, но зато был юного биолога. Понимаете, я причисляю только те, что сам держал в руках, их больше, на самом деле, в серии. Мне, питомцу почемучки, это еще одна детская энциклопедия советского времени, мне это все горячо, близко, понятно, любимо и памятно. И вот для меня такой подход, он самый оптимальный. То, что делает Литвина, допустим, в многих своих книжках, это не просто оживляж. Оживляж, ну это, понимаете, это слэнг, это жаргонизм, да, из такого профессионального языка переводчиков и, значит, литераторов, да. Когда вот надо, чтобы оно живенько так было, чтобы все там задвигалось, забегало, чтобы ребенку было интересненько, да. Нет, это то самое неуловимое, позволяющее осовременить и сделать понятным, доступным, без заигрывания, опять же, с жаргоном современным, которое каждое несколько лет меняется, и уже никакой албанский, например, в этой книге не нужен, ни в какой не нужен. Его никто не вспомнит из молодежи, никому не нужен. Это как раз та самая быстротечность языковой реальности, которую надо отметать, когда ты делаешь что-то серьезное. Речь идет о совершенно другом. Ведь, по сути дела, у нас Одиссея – это сиквел Илиады. Вот так и написано, сиквел Илиады. По сути дела, у нас очень многие произведения складываются в сериалы. Ну да, это были сериалы, еще до того, как было изобретено кино, и сериалы появились как таковые. Это совершенно нормальное использование современной терминологии. Это не какой-то особый модернизм, да, хотя, собственно, модернизм здесь тоже представлен, пожалуйста, и Джеймс Джорис, и Франс Кавка. Ну, как бы, многие читатели могут ужаснуться. Подождите, подождите, мы точно говорим о детской книге? Какой Джойс, какой Кавка? Но ведь ребенок, которому исполнилось уже 16 или сколько там лет к окончанию школы, он же совершенно не перестает нуждаться в веселом и интересном чтении. Ну, вы понимаете, он, по идее, должен быть уже таким седоголовым профессором в очочках, который, значит, листает вот эти страницы Талмудов, да, и для ему вот этого вот всего разнообразия уже не нужно. Ну, не так же это абсолютно. И мы прекрасно с вами это понимаем. Авторам честь и хвала за то, что они, во-первых, дерзнули, да, дерзнули, например, нарисовать Хумбабу. Хумбаба, если кто не знает, это основной оппонент, значит, Гильгамеша. Вот, и это не просто страшные бабы, это вообще не бабы, по секрету вам скажу. Вот, это чудовище, друзья мои. Вот, только вахтерша тетя Глаша могла сравниться с Хумбабой в нашем детстве. Вот, или, например, прекрасного Кухулина. Кто знает его описание, похищение быка из Куанге, тот меня понимает, да. Мы таким образом ласкали только самых отличающихся внешностью однокрашников, да, потому что сравнение с Кухулином вызывало либо неодолимый гомерический хохот у всех услышавших, либо немедленную драку, потому что такова внешность была персонажа. Не знаете, погуглите, как он выглядел. Вот, Древний Китай, вот, пожалуйста, у нас Средневековья, самые разные аспекты книжной культуры и истории литературы вошли в эту книгу, потому что она не стремится исчерпать неохватный материал. Ну, представьте себе такой вот, да. Она стремится показать то, что может заинтересовать и поощрить дальнейшее чтение на данную тему. Где-то это будет биография. Например, Данте. Данте у нас прям отдельный просто раздел, это отдельная эпоха, да, великое явление. Но мало кто знает, что Биатричу он видел два раза в жизни, что у него была жена и дети после смерти Биатрищи, да. То есть она все-таки стала символом, да, символом муза его, а не живой девочкой, с которой он познакомился, в которой он был тайно влюблен, но вот не сложилось. Родители выдали ее замуж за другого. Это совершенно другая история, мы ее интерпретируем на современный лад, грубо вмешиваясь в ткань истории, да, и, в общем, неправильно расставляя акценты. Авторы не грешат подобными вещами, рассказывая о невозможных, очень сложных местах, моментах. Вот, например, у нас литературная героиня. Отважная, мятежная, дерзкая. Я не даром 62-ю страницу вам показываю, потому что это тема, которой практически не касаются книги, посвященные истории, теории и литературы, предназначенные для юношества. Почему? Ну, потому что считается, что мужчины были героями в основном, да, значит, писателями, ну, так и должно быть. Типа, доминировали, продолжаем. Вот, это не совсем так, друзья мои. Вот прекрасные разделы, посвященные 20-му веку. Вот я сейчас до них долистаю. А, вот, экзистенциализм, битники. Да, друзья мои, об этом тоже можно рассказать весело, задорно, и, я бы сказал, значит, расширяя круг читателей, которые этим могут заинтересоваться. Нет ничего дурного в том, что какие-то книги читаются раньше положенного. Допустим, то же самое, о чем я говорил, да, Некавка, Джойс, там, битники. Ну, какой средний школьный возраст? Это абсолютно взрослое, не детское чтение. Но если вдруг ребенок почувствовал связь с этими книгами, он действительно что-то начинает понимать, ему нравятся эти тексты, да неужели мы будем их отбирать и прятать на высокую полку? Ну, будем, конечно, есть среди взрослых и такие, которым их педагогические догматы важнее конкретного живого читателя, который страдает от того, что у него отбирает любимое чтение. Вот. При имеющемся потоке информации, обрушивающемся на головы, значит, маленьких наших современников, да, наших детей, наших внуков, любые разговоры о вреде, который может причинить книга, представляются мне нелепостью. Просто крайней степени тупости, да, и необразованности говорящего. Вот. Книга, в принципе, она когда-то, возможно, и могла. Вот эти все списки запрещенных книг, они же тоже не на пустом месте возникали. Но эта идея быстро исчерпала себя, вот, потому что костры из книг показали, как, куда эти идеи заводят, да, и на этом человечество вроде как успокоилось, но нет, у нас небольшой рецидив сейчас. Кажется, что книги могут нанести вред. Нет, друзья мои, пусть изучают всю историю литературы, от наскальных росписей до искусственного интеллекта. Отдельный раздел посвящен чтению подросткам. Это очень провокативные, я бы сказал, высказания, потому что здесь живые подростки говорят о том, что им нравится. Есть раздел «Отстой», понимаете? Так главка называется. И это действительно так, с этим надо смириться. Потому что не может все нравиться вот такому идеальному книжному подростку. Вообще говоря, когда, вот, например, прекрасный раздел «Комиксы», да, посвященный книгам, которые являются шедеврами в этом жанре. Комикс, грубо говоря, конечно, не жанр, да, книжный. Это отдельный вид искусства. Вот. И, конечно, здесь есть куча исторических сведений, есть куча информации о связи книги и книжной культуры с другими сферами. С живописью, с архитектурой, с большой историей человечества, да. Это чрезвычайно наполненная материалом книга. Кто-то, возможно, во-первых, предъявит претензии по возрастной адресации, но я, кажется, своим рассказом уже на эти претензии ответил. Каждый возраст возьмет из этой книги то, что ему будет нужно и полезно. Я в этом уверен. Автор сделал все, чтобы можно было с интересом читать книгу в возрасте там от третьего, я не шучусь, четвертого класса и до бесконечности, да. Вот. И кто-то, может быть, будет в претензии за вот эту необъятность, да, за то, что попытка сделана дерзкая довольно, вместить все в одну книгу. Ну, конечно, все не вместилось, но зато интересного нахвата настолько, что мы с радостью предчувствуем, как ребенок, заинтересовавшись, не важно чем, кибернетикой, викингами, дантовым адом со всеми его кошмарными вот этими вот подробностями, да. Ну, я, конечно, привожу в пример то, что мне близко. Или на литературу древних шумеров. Не важно, чем он заинтересуется, битниками или шумерами, но он обязательно продолжит чтение. Что и требовалось доказать, как говорится, в старинных задачниках. Что мы и добиваемся. Вот такое прекрасное плавание по литературному морю от Эдиссея до Гарри Поттера. Я, конечно, мало сказал об этой книге, там много еще с чего внутри, что стоило обсудить, на что стоит обратить внимание читателя. И о врезках, и о структурировании, и о том, как здорово придумана подача отдельных биографий, всяких сложных моментов, да. Вот. И о той работе художника. Но это уже не разговор для короткого рассказа. Будем надеяться, что книга будет освещаться во всевозможных, скажем так, критических источниках. О ней будут жаркие дискуссии, приветствую, запасаюсь попкорном. И она, главное, дойдет до своего юного читателя. Чего я искренне желаю и читателю, и книге, и авторам. Спасибо за внимание. Продолжение следует...